Здравствуйте. Тогда предложение министра, которое прозвучало, я поручил правительству и вам в госсекретариате проработать. Поэтому тема сегодняшнего нашего совещания в узком составе к чему пришли. Хочу только предупредить. Министерство по чрезвычайным ситуациям, особенно сотрудники МЧС, ребята крепкие. И не только ребята. У меня они вызывают очень серьезное уважение. Вот где бы МЧС не были, они одни из лучших. Если не лучше, возьмите парад. Они не хуже твоих военных ходили там. Так точно. Хотя не могу сказать, что и военные у нас плохо себя показывали на параде. Если они выступают на международных соревнованиях, они всегда чемпионы. Чемпионы мира. Это очень важно. Это имидж МЧС. Я клоню это к тому, что все сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того, чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать. Кто эти ребята, девчонки, которые там служат. Кто они, которые будут носить оружие огнестрельное и быть подготовленными исключительно. Вот так, как я сказал, они везде себя проявляли. Поэтому хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Насколько мы продвинулись в этом плане, чтобы МЧС стал силовым блоком по-настоящему. Сколько людей у нас будут владеть оружием не хуже, чем в армии и милиции. Вот это важнейший элемент. Почему? Ну не можем же мы в стране, компактной, скажем, небольшой стране, иметь численность вооруженных сил 200-300 тысяч. Мы договорились, что численность наших вооруженных сил, армии нашей 65 тысяч. На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог война, у нас что в МЧС крепкие, надежные сотрудники будут в стране? Нет, они не только пожар будут тушить, это спасатели. И вторая функция – вооруженные люди, которые в случае момента, время Ч, станут на защиту нашей Родины. А для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы? Или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да. И этот актив будет, серьезный актив и подспорье для нашей армии на случай, если вдруг. Может быть и в мирное время, модернизируя МЧС, мы найдем им работу. Работу как вооруженных людей. Это очень важно при реформировании. А не то, что мы там клеточки начертим этого человека туда, этого сюда. Это само собой. Но должна быть существенная модернизация. Вот хотелось бы, чтобы вы мне доложили, до чего вы с правительством додумались. Мы договаривались, что создадим межведомственную группу, да? Точно. К чему пришли. Но при этом хочу просто сказать, что разумно, с головой надо подходить к реформированию. Не то, что убрать какие-то функции и повязать по рукам и ногам. Министерство, которое не сможет выполнять обязательства. Убирать нужно те функции, которые себя изжили, которые нам не нужны. Чтобы люди на них не обижались, что они куда надо и куда не надо ходят. А пожаров так меньше их не стало. И по другим направлениям. Вот в этой части посмотреть, какова эффективность всей нашей модернизации. Ну и было ряд поручений и вопросов. При назначении они прозвучали. Что сделано по тем моим поручениям? Как вы там освоились, Вадим Иванович? Приняли ли вас МЧСники? Нет ли какой-то ревности, обиды и прочего? Что мы назначили туда человека, конечно же, опытного, грамотного и сильного. Но из другой структуры. Думаю, это хороший опыт. И если у нас получится, мы будем практиковать и по другим направлениям. Пожалуйста, только очень коротко, без самоотчетов. Именно по модернизации и эффективности. Мужчина, товарищ президент, докладываю, что в исполнении вашего поручения в 2021 году реализованы мероприятия по реформированию структуры системы министерства по чрезвычайным ситуациям. Утверждено новое штатное расписание центрального аппарата МЧС. Выполняется комплекс соответствующих организационно-штатных мероприятий. Проведены внеплановые аттестации работников и их назначение на должности. Честно скажу, часть людей мы отправили.